Ребята, всем привет! Я говорю тихо-тихо. Ну, чтобы меня не послышали. Ну, мало ли, короче. Вы же сегодня слышали, да, то, что я вам рассказывала про новую вспышку, новую-новую волну, короче, этого вируса. Но мы сейчас, правда, без масок, потому что мы зашли в свой любимый Starbucks. И, блин, так с масками, да, сидеть, в общем? Наверное, дофига! Я еле нашла место на втором этаже. Вот. А что мы заказали? Короче, это два пирожные, два чая среднего размера и отдали ему 24 доллара. Вот, 24 доллара. Я просто решила в этом видео рассказывать все, как, про цены, да, сколько стоит. Ну, и вот так, немножко, на сегодняшний вкус буду немножко переводить все в доллары. Вот. А-а-а, все чихает, прям, ну, и надеюсь, что эта волна быстро пройдет. Мы сегодня купили, короче, вещи там по мелочи. Вот, тоже вам приду, вечером дома все расскажу, покажу. А-а-а, ну, а дальше куда мы направимся? Скорее всего, может быть, прогуляемся пока здесь. Погода у нас сегодня прям такая пасмурная. Вот. И, кстати, кто спрашивал про доставки насчет, ну, вот, в общем, почты, там, и так далее, пока они работают, как сегодня позвонила. Вот. и этому, который, вот, работает, да, вот, в этой почте, получается. Я говорю, а, извините, а когда будет, ну, когда вы будете отправлять? Да, конечно, говорит, я знаю. Тогда, когда закончится карантин. Хорошо ответила, да. Ну, вообще, у нас еще есть еще один, по-моему, вариант, где можно спросить. Узнаем все говорящих. Потом я вам все это сообщу. Ну, а сейчас у меня, наверное, зовут уже. Прям аж надрывается. Надрывается. А дальше оставайтесь с нами. Ребята. Ребята, я вам покажу сейчас, что мы заказали. Коля, покажите. Получается, два вот таких пирожные. Так, это что у нас? С ежевиком. С морозиной, короче. Прям тающий-тающий крем. И заказали вот такие два Honeygrey 50 Black и черный. И нам дали вот такие вот две салфетки влажные, чтобы у своей ручки выцелить. Так же стоит санитайзер, да, обязательно. И вот такие чаи, от которого, да, они вот пакетированы обычные чаи, но они такие очень вкусные, и мы хотели взять себе домой. Вот называется он. Простите. Ну, у меня такое бывает, называется он. Это, мне кажется, какие-то там натуральные, в общем, ингредиенты. Потому что чай, который, допустим, который мы пьем в заварку, да, черного, вкус совсем другой. Так что, из этого, кстати, из этой же серии чая я пробовала зеленый чай. И зеленый чай я пробовала именно с че-джи-до. Ну, блин, мне и тот, тот очень сильно понравился. Так что нам приятного аппетита. Давайте разокнуло. Ребята, мы дома. Так, сегодня у нас прогулочка такая получилась. Короче, в 6 часов мы уже были у себя на районе. Ну, пока зашли там по магазинам, купили воду, короче, ну, не буду это показывать, да, там еще что-то. Мелочь, короче, домой. Ну, в общем, ездим мы сегодня в технопарк. Мы вам показывали его, и фоточки делали оттуда, и я вам рассказывала про него тоже. Поехали в технопарк. У нас была такая цель, чтобы, ну, Коля кое-что все хотела бы приобрести, да. В общем, сейчас покажу. Вообщем, вам интересны наши покупки, а? Я думаю, что да. Можете мне отвечать. Ну, ладно. В общем, такие вот шорты. Фирма Рибах у нас идет. Вот, и давайте я буду рассказывать вам цены, да. Ну, получается, они со скидкой сейчас идут такие прям грандиозные скидки. Вот, со скидкой стоит, ну, давайте на сегодняшний курс будем, ну, примерно, короче, 18 долларов. Вот. Дальше вот такая вообще клевая. Он как идет, дождевик, ветровка, в общем, курточка, да. Во-первых, она будет дышать. У него здесь специальные такие вещи. Ну, это же спортивное все. Вот, не будет потеть, будет дышать, и плюс не будет промокать. Тоже идет рибок. Сзади, видите, как клево сделано. Все так вообще клево. Тоже идут у нас со скидкой. Так, до этого она стоила у нас 80 долларов. Сейчас у нас она стоит где-то 38 долларов. Короче, кто будет вообще в магазинах, давайте ходите так, когда клевы скидки. Потому что такие фирменные брендовые вещи можно купить по клевам, с скидкам. Дальше. Сначала Коля закончим, да. Я же тоже есть. Есть вот такая футболочка. Вот. Ну, он хочет носить ее на работу вместе с теми шортами, в общем. Вот. Тоже. Сзади ничего нету. Просто у них такой значок. Рибок. И давайте скажу вам цену. Тоже со скидкой мы взяли. Короче, ее здесь нету. Но, по-моему, она стоила 15 долларов. Если я не ошибаюсь. Дальше мы зашли H&M. И вот такая вот футболка, тоже со скидкой. Ну, тоже на работу, короче. Мне кажется, такие вещи, вообще, получается, 9 долларов. Хроника и расцветки. Я что хочу сказать. То, что у нас есть такие, как бы, ну, люди, которые мыслят, что на работу надо брать. Ну, есть такие, как бы, магазинчики типа секонд-хендов, да. Я ничего не имею против секонд-хендов, но был такой момент, что, получается, когда я училась в классе, мне вам принесла, ну, купила оттуда шортики джинсы. Они очень были такие коротенькие. Вот. И, ну, джинс был такой натуральный. Но они были с биркой. И на тот момент они стоили 250 тенге, представляете? Ну, даже на тот момент в те годы, да, это было очень дешево. Это прям, вообще, мелочка, мега-мелочь. Ну, вот. И теперь, получается, мы сейчас в Корее, да, и многие говорят, да, блин, зачем вот одеваться, вот, штури-то, филы, мы носят такой только на выход. Можно одеваться, вот, допустим, там-то, там-то есть такие вот секонд-хенды, да. Блин, ну, каждому свое, наверное. Ну, в общем, так, давайте я немножко отошла от темы, покажу теперь свое. Вот такие вот, ой, господи, ручки аж трясутся. Такие лосинки, короче. Адидасы. Адидасы. Ну, что, камуфляжная вообще? Как вам камуфляжная расцветка? Мне нравится. Ну, и плюс здесь они все камуфляжные и вот что на конце. Ну, вообще, как бы, я люблю, чтобы логотили, потом сюда вот такую футболку подобрал мне к этим лосинкам Колям. Получается NBA. Стоит она, девятнадцать, так, восемнадцать долларов. Вот сзади прям такой бык, разъяренный бык. Угу. В общем, так она смотрится, очень широко. Ну, когда-нибудь тоже так, короче, посмотрела, ну, да, в принципе, ничего такая, да. Ну, когда одеваешь, там были два варианта. Один с красным, но на красный мне было сзади вот этого быка. А мне понравился этот бык. Вот. Ну, короче, в общем, я выбрала черный. Ну, и плюс черный у нас ко всем такое, да. Я не сказала про свои любимые лосины. Они уже у нее любимые. Почему они стоили? Ну, короче, у них была двойная скидка. В общем, ой, где бы найти, где бы найти, ну ладно. А, ну вот, 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 вот я нашла. Изначально, короче, они со скидкой стоили 48 долларов. Потом еще скидка вот 28 долларов. И сейчас она еще со скидкой получилось 18 долларов. Ну, вообще круто. Да, я думаю, что вот столько у нас чеков. Посмотрите. Так, и теперь, гуляя, короче, потом после магазинов, да, там же технопарки, мы увидели, мы и до этого видели этот бутик, ну, этот магазинчик. Декатлон называется, вот так. Кому-то, если будет интересно, это полностью спортивный магазин. Заходите, там есть полностью все для занятий. Также есть и вещи спортивные. И плюс, чем мне там понравилось, что, допустим, к примеру, вы выбираете там ролики, да, и там такой отдел прям есть. Все такое ограждение, короче. Там ребенок или взрослый отдыхает ролики и, ну, как пробует. Как такой квадратик, короче, он пробует. Как там вообще, нормально колесики ездить, наверное, или нет. Потом, короче, были также самокаты, велосипеды. И все вот так полностью в каждом отделе. Такое вот отделение ограждений, где вы можете все это использовать, попробовать, да. Также, допустим, мы видели там вот эти баскетбольные, баскетбол это был, да? Баскетбольные мячи. Ну, и тоже, короче, там стоит такое, как бы, кольцо. Вот. И вы кидаете, в общем, тоже, когда пробуете, да, потом вот эти вот волюбольные. Ну, в общем, такая задумка. Я вообще видела это первый раз. Как бы у вас здесь продаются мячи. Тут же отделение идет. Такое ограждение, где вы можете поиграть, попробовать и так далее. И мы купили вот такой вот, как он называется? Гимнастический ролик. Вот. Гимнастический ролик. Вот. Ну, сначала будет, как бы, показывать и заниматься Коле. А потом, как я научусь, буду заниматься я тоже вместе с ним. И его цена 10 долларов. Я не помню, конечно, даже не то, что не помню. Я не знаю, сколько стоит этот в Казахстане. Вот. Но здесь стоит он 10 долларов. Вот такой вот. И плюс внутри идет... Сейчас вам покажу прям. Плюс внутри идет у него вот такой вот коврик. Прям именно для занятия. Потому что мы еще думали, блин, коврик или нет? А, ладно, пока не будем покупать. У нас же есть, ну, там, что подложить, да? Как многие. Ну, оказывается, еще комплект идет. Такой коврик. Так что будет клево, да? В общем, вот такие у нас у меня покупочки. Пришли мы домой пораньше. Дальше, как я вам обещала, буду, ну, попробую снять на свой телефон сама. А именно, когда мы пойдем в магазин, который находится рядом с нашим домом, продуктовый, да? Я тоже расскажу про цены. Потому что некоторые спрашивают, что в Корее много чего нет. Допустим, нечего кушать, кроме там их нет травы и так далее. Вот. И скудный такой выбор. Ну, нет, я покажу, как бы. И все равно буду переводить более в долларов, да? Вот такой еще перец. Ну, что так сильно захотелось. Обычный перец. Он вышел в полтора доллара. Ну, в доллары три, короче, цены. Ну, вот такие вот сладкие, получается, как типа чипсы. Сделаны, медовые. Сыну, кстати, я такое брала. Ну, вот когда я его брала, я не пробовала. Как раз я заказывала с фирмы. И он вышел тоже в доллар. Вот. Так что у нас такие вот, в принципе, покупочки. Такие вот у нас чеки. В общем, сегодня у нас такой видеообзор. Вот. Надеюсь, вам было интересно. Завтра, ну, как видите, блин, просто когда такая погода, как-то и настроение такое. Просто идешь, гуляешь, в общем, да? И как я сегодня уже что-то стояла на остановке и говорила, что мы вместе, да, вот только видимся утром. И приходим домой, и то таким убитым прям. Ну, хотя мы не перерабатываем, как, допустим, ну, зачастую в Корее, да? Если хотите, я могу прям рассказать, допустим, там, углубиться. Но лучше, наверное, если я сниму это все на видео на работе. Ну, пока у меня никак не получается. Хотя, ну, знаете, прям очень интересно это, ну, как бы для вас, да, тоже снять, показать. Вот. В общем, вот так вот. А, кстати, быстро поделюсь то, что, может быть, мы снимем еще, как мы делаем блинчики, да? Ладно, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь, в общем, смотрите наши видосики. Очень будем стараться, конечно, снимать все побольше, ну, по возможности, да? В общем, будьте с нами. Пока. Поехали. 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 Поехали.